здравствуйте дорогие зрители уважаемые наши подписчики сегодня мультимедийную студию мы специально позвали тамару александровну сегидан директора центра международных образовательных программ в кгту имени даулета серегбаева кандидата физико-математических наук добро пожаловать к нам студию тамара александровна для начала хочется немного узнать о вашей деятельности о вашей работе непосредственной естественно для тех кто не знает о деятельности центра международных образовательных программ будьте добры здравствуйте уважаемые зрители гости нашего университета и я хотела бы сказать о том что деятельность нашего центра и вообще сам собственно центр международных образовательных программ явился таким своевременным адекватным ответом нашего университета на такие тенденции образовательном пространстве как глобализация улучшение качества образования и и собственно говоря даже сейчас ставится вопрос о экспорте казахстанского образования соответственно это такие главнейшие миссии у нашего центра которые реализуются на базе нашего университета в его непосредственной структуре это явилось логическим развитием системного подхода к созданию наших образовательных программ университете для наших туриентов и работодателей коллаборация вот направлении использования сильных сторон вузов партнеров при подготовке кадров является во-первых мощным инструментом для взаимодействия между нами и также является хорошей гарантией для работодателя от того что они получат высококлассного специалиста ну и конечно же мы взаимодействуем по профилям наших университетов с партнерами сегодня вообще ключевая причина одна из главных причин наши с вами встречи это вот сотрудничество с национальным исследовательским ядерным университетом мифи расскажите о сотрудничестве с мифи когда и с чего это началось для информации да вы правы сейчас у нас ведется большая партнерская работа с вузом мифи и началось наше сотрудничество с того что университет наш выполнял большую программу по выполнению проектов научных где одним из партнеров являлся ульбинский металлургический завод было подписано соглашение с национальной атомной компанией казатомпром где стороны согласились что мы становимся базовая организация для подготовки в том числе кадров для нашего отраслевого партнера и конечно же для того чтобы реализовать эту задачу мы проанализировали с кем мы можем подготовить качественную образовательную программу отвечающую реалиям и требованиям нашей промышленности и конечно же первую очередь мы обратили на такого мирового лидера в области ядерного образования это национальный исследовательский ядерный университет мифи в 2017 году был подписан договор с университетом мифи о взаимодействии и взаимопонимании далее мы уже вели сотрудничество на его основе приглашали преподавателей проводить занятия анализировали наши учебные программы и отправляли наших обучающихся это студентов и магистрантов на обвинскую площадку мифи для прохождения летней школы и следующим логическим шагом нашего сотрудничества стала разработка совместной образовательной программы кроме того за время взаимодействия и сотрудничества между нашими вузами мы вошли по рекомендации университета мифи международную региональную сеть по подготовке кадров области ядерных технологий старнет которая работает не в тесном и непосредственном контакте с магатэ это международное агентство по атомной энергетике и также вошли в число базовых организаций в проекте атом снг это мирное использование атомной энергии и в том числе будем уже входить в члены наблюдательного совета данного проекта то есть данное сотрудничество как бы несет собой такой букет новых таких возможностей новых возможностей новых связей потому что это позволило нашему не позволяет нашему университету общаться с всеми собственно говоря отраслевыми вузами которые ведут работу в направлении подготовки нам таких специалистов совместно образовательная программа вот об этом сейчас хочется поподробнее узнать что это дает вообще да в чем конкретное преимущество данной образовательной программы почему мы говорим что мы смогли выйти на такой колоссальный результат потому что собственно говоря мы находились в эти годы от подписания меморандума в поисках каким образом мы можем взаимодействовать по подготовке кадров далее следующим немаловажным шагом явилось то что наши образовательные системы нацелены на то чтобы усиливать долю совместных образовательных программ на своей территории и кроме того конечно же то что мы соответствуем по профилю технического характера это материаловедение и перспективами для нашего сотрудничества являются еще информационной технологии наши партнеры были у нас в университете посмотрели наши возможности наши достигнутые результаты в этой области они увидели в этом потенциал как я уже ранее говорила использование сильной стороны для развития наших отношений для подготовки совместных кадров например техническая база нашего центра прототипирования является великолепной возможность для подготовки команд по стандартам world skills поскольку это является еще одним трендом сейчас системе образования и мы заинтересованы также принимать и самое активное участие в этой в этом движении и наш университет может предоставить такую возможность по направлению машинное обучение дипломы наших вузов традиционно являлись одними из престижных и приоритетных на территориях наших стран и кроме того наличие дипломов двух вузов конечно же увеличит возможности по трудоустройству уже в глобальной среде поскольку сейчас одним из еще последних трендов является это уже глобализация и рынка труда а поскольку мы готовим для этого рынка специалистов ну и следующее хочется сейчас узнать именно сейчас на какой стадии находится данное сотрудничество и что еще планируется вот на следующий в этом году у нас запущена бакалаврская программа по направлению физика и химия материалов и процессов то что соответствует направлению материаловедения наших вузах это техническое направление еще раз хочу подчеркнуть уже первый набор мы провели первые 53 кандидатуры прошедшие все возможные отборы являются студентами этой образовательной программы и ребята в данное время учатся на площадке мифи поскольку по графику реализации нашей образовательной программы 1 и 3 семестры это обучение на площадке вуза партнера остальные семестры будут проводиться на базе нашего университета что является в общем то одним из хороших конкурентных преимуществ нашего образования поскольку ребята остаются все-таки нашими гражданами казахстанцами у них здесь их и корни и родители и поскольку это еще период обучения когда человек взрослеет растет то здесь комплекс таких вот причин который уже является для совместной образовательной программы привлекательным для наших абитуриентов и их родителей как проводилась профориентационная работа да и немаловажная составляющая это беседа с родителями конечно мы проводили ряд информационных встреч это встречи практически были ежедневные потому что мы охватывали довольно большое количество наших студентов и конечно же мы приглашали родителей и таких родительских собраний мы проводили несколько большой интерес у родителей был по всевозможным вопросам и кто не мог присутствовать они смотрели следили за нами в эфире за результатами обсуждения по вопросам различного плана и к нам приезжали конечно же коллеги потому из вуза партнерами фи потому что они располагали собственно первичной информации из первых уст они тоже начались узнать что конкретно их будет ожидать вот в москве вы сами прекрасно понимаете простых граждан до простых потребителей обывателей и всегда интересуют вопросы цен на обучение вопросы проживания питания их детей и так далее передвижение по городу в который находится далеко так скажем вот насколько приемлема вообще стоимость вот этого 2 дипломного образования для наших абитуриентов студентов есть уже конкретно какие-то данные могу сказать что обучение для студентов совместно образовательная программа которые сейчас на нее зачислены бесплатно это поддерживается нашими вузами то есть это как пилотные вот первопроходцы и как пилотный проект и в том числе мы развиваем дальнейшие механизмы поддержки совместно образовательная программа в том числе со стороны ресурсной проезд проживания питания это за счет обучающегося вот к примеру в общежитии вместе сколько платят но по непосредственно текущему состоянию наши студенты оплачивают 350 рублей в месяц они могут оплатить сразу могут оплатить помесячно сравнение с другими вузами это очень привлекательная стоимость для проживания в общежитии поскольку вуз мифи это большой вуз студентов много очень обучается на его площадке и очень много иностранных студентов наши ребята сейчас непосредственно в контакте находятся со студентами из других стран вообще в целом 64 страны присутствуют на площадке мифи соответственно это требует обеспечения с точки зрения общежития и все наши ребята на сегодняшний день им обеспечено да общежитие находится в непосредственной близости от места обучения от университета мифи соответственно на передвижение нужно только будет время вовремя проснуться и не опоздать на занятия вот с точки зрения питания и медицинского обеспечения то по медобслуживанию действует страховка которую ребята обязательном порядке должны тоже оформить эта страховка обеспечивает полностью медобслуживание за исключением пластических операций хочется подытоживая разговор узнать еще о других направлениях центра международных образовательных программ то есть кроме мифи я так полагаю у вас же еще много направлений да и другие страны и так далее да мы работаем с вузами новосибирска с вузами казани с вузами санкт-петербурга конечно же не собственно только вот наш центр и все это и конечно же мы связываем прежде всего интегрируем и преподавателей мы выходим за уже собственно пространство снг это работаем в сотрудничестве с нашим уважаемым проректором по интернационализации абрахамат того и углу по направлению индия также мы сотрудничаем выходим на подготовку перспектив совместных образовательных программ с вузами сша польша и в общем то конечно нельзя все разом охватить поскольку мы готовимся к системной работе в каждом случае то будем шаг за шагом расширять наши границы в направлении вот подготовки такого студента мы предлагаем опять-таки принять участие в олимпиадах предметных мы подготовительные какие-то да может конечно наш центр парферментационной и центр довозовской подготовки работают и как направление подготовки витурентов кентэ и направлении проведения олимпиад предметных школьникам родителям которые хотят детей обучить за границей но никак не решаются вот ваши пожелания мое пожелание первое это конечно спросить у своих детей кем они себя видят в будущем как бы они хотели этого достичь и смело использовать все эти возможности которые наш университет предоставляет добро к нам пожаловать напомню сегодня у нас в гостях была директор центра международных образовательных программ в к виту имени даулета серикбаева тамара александровна сегида спасибо большое что вы нашли время для интервью и за информацию предоставленным до скорых встреч оставайтесь с нами всего доброго